здравствуйте дорогие друзья враги вообще всем привет с вами я евгений поносенков это эфир канала здравосмысла хотите актуального пишите в личку фейсбук сюда вот моим помощникам актуально актуально обсуждайте новости а то все эстетика или прогулки сейчас вам будет актуально хотите про футбол сейчас получите про футбол серёжа привет серёжа мой помощник который читает и мне иногда пересылает против моей воли эту ахинею вопрос про футбол серёжа привет что ты мне все это шлёшь доброй ночи евгений добрый я пришел из ресторана с прогулки у меня 30 вопросов что я думаю по поводу как банды дебилов гоняет в потном виде не свежий немытый мяч это очень интересно мне по ночам слов вопросы такие сейчас отчасти очень часто задаваемые вопросы вот часто сейчас я сейчас отвечу редко отвечу я редко значит конечно всем уже наплевать жив там сенцов или не жив все забыли про разорванных в клочья разорванный плоть мясо кровь разорванные в боинге разорванные разорванные в украине все забыли забыли про нищету про то что там старики старухи дети и вообще вы сами в провинциальных больницах коридорах в нищете как дерьмо лежите все вы забыли вам главное вместе значит в толпе в коллективе в совковом коллективе в толпе потная мерзкая толпа дебильная кричать бессмысленные фразы из-за чего из-за того что какие-то олухи гоняют в куну купленные и проплаченные купленные даже не проплаченные мячик гоняют они потные вы потные вы сливаетесь с бытлом так что сегодня мы поговорим недолго мало у меня времени желания поговорим про футбол про футбол поэтому будет и тема коллективного безумия тема банальщины тема биомасса растворение в коллективе растворение в толпе полную потерю личности полную потерю смысла существования мы поговорим также о разнице между геями и и расами вот уж и разницы колоссально так же мы поговорим между разницы между леонардо да винчи и латентными кретинами и немножко затронем тему пенсии то что тоже приходили вопрос мне тема пенсии вообще не волнует то что я не представляю как можно жить даже на большую пенсию это не 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 отель не ресторан не проституток ничего не снять следом вообще жить не не надо и не а что касается пенсионной реформы то местная рабская быдла и и такую заслужила она просто служила верно служила верно совку служила верно путину поэтому я считаю что надо не просто обворовать а вот совсем нечего даже там 65 75 вообще не надо пенсии отменить пенсии вот сколько там вы нажили если 600 еще не отнимут а лучше чтобы отняли потому что там были какие-то вопросы как приватизировано правильно ли приватизированы неправильно отнять все вообще что у рабов уважать не надо рабы уважение не заслужили так что возвращаясь к мячу конечно нет ничего более примитивного более плебейского чем глазение за вот этим видом так сказать спорта из всех видов банальной тупой траты времени безусловно самым бездарным и тупым является наблюдение за избиением мяча постоянные спутники этого идиотизма это агрессивность пьянство и латент я абсолютно убежден вот не дайте фанатам по вибратору и на стадион и в раздевалке никто не придет вопроса никто не явится я специально посмотрел в ютюбе набрал значит футбол раздевалку видел фейсбуке очень смешной ролик и потом правильно уже единичная или это система и отличие оказался системы посмотрел что происходит в раздевалках после победы или поражения посмотрел что происходит на футбольных пьянках тоже это все видно вы можете набрать ютюбе прямо сейчас остановите ролик мой посмотрите вот я только сегодня смотрел ролик серёжа медведев поздравлял наших игроков а ну мне понятно я даже не сомневался что он туда пойдет бедный мутко он не пожал ему руку и тот очень расстроился что-то медведи я не понял кто кто кому какой член не пожал медведев не пожал руку мутко он не пожал мутко да а что там вообще мутко делал он опять что-то впрыскивал или чего ну он за компанией наверное а он за компанией то есть без мутки там а я кстати так был уверен что без мутки там не обошлось я абсолютно убежден вот эти кретины радуются вас сочинский опыт ничему не научил опыт сочинской олимпиады такой позор будет скоро когда будет проверять на допинг когда будет проверять там на подкуп фифа и на хитрое очень такое хитрое отравление команды соперников просто подавлению небольшие дозы чего-нибудь и чуть-чуть минимально так сказать кривяное давление снизить по что чуть быстрее устают чуть более сонные все это же выяснится я вас уверяю я футбол не не знаю не люблю и не смотрю но я знаю что такое политик я знаю что история знаешь кое кгб я вас уверяю что скандал будет такой колоссальный что вы получите по полной программе вот все козлы которые вчера кричали там что-то вперед назад или в этот по поводу раздевалок а серёжа я не против вуагеризма я значит не против вообще ничего но смотреть на пример смотрите там раздевалки с этим там с федерасами но а вот то как медведев там значит что-то жмет или не жмет мутку это извращение серёжа это не смотри ролики с надписью медведев просто не смотри-ка иди смотри за этом вивьен лист кларк гейблом унесет на ветром что-нибудь туда тебе понравится а значит ну что по поводу вибратора знаете я как ученый люблю опыт и опыт и опыт и опыт и и готов даже менять свое мнение научное если будет ну доказано обратно вот давайте не просто те которые от лени от нечего делать значит верующие там в какие-то религиозные бредовые штучки которые я верующий но библию не читают в церковь не ходит и так далее а вот мы не берем таких полетчиков которые от нечего делать на протяжном диване брюхатые рядом старуха значит вот он от нечего дела сидит и глазеет чего-то да нет мы нас настоящих фанат которые кричат которые нарушают тишину во все эти эти выблитки скоты которых я вообще потому что они нарушают тишину нет ничего преступнее чем убивать тишину только из тишины рождается что-то интеллектуальное рождаются книги стихи музыка созерцание из тишины кто-то уничтожает тишину тот преступник и ублюдок и вообще надо так вот что нет если нет мозга есть просто кричишь тупо вот там кто-то по мечу ударил куда-то забил и ты орешь и ты орешь и сигналишь часами сигналишь ну дебил если нет мозга нет человек значит можно эту его массу биомус так вот вернемся к вот серьезно стоящие которые вот эти потные грязные защита ручки агрессивные обязательно чем обратить внимание нет в других видах спорта других вид спорта нет такой агрессии у поклонников вот смотрите там поклонники тенниса я не знаю там поминтона шахматы горных лыж там чего угодно абсолютно волейболы ну разве они что-то громят разве они устраивают беспорядки до никогда этого не было но здесь вот залу в этих дебилах заложена дикая агрессивность просто это бандиты и вот давайте проведем опыт настоящий фанат или идея какой-то там начали а вон фанат а пусть фанат то есть нужно было истории что он доказал что он ездил что он там старался коллекционировать потные майки за этим футболистом пытался проникнуть в эти раздевалки так настоящий фанат чего-нибудь разбил какую-то лампу где-нибудь и вот этот фанат если он возьмет вибратор используя по назначению и после этого сразу захочет смотреть матч не просто там сходи с ума просто посмотреть футбольный матч то я признаю что я научно ошибся это очень ну просто будет немыслимая победа надо мной если я признаю научную ошибку но мне кажется уже задокументировано все да что под фанат все заснял что как он до этого был фанатом что это митит фотографии на голова мессинга или как как там фамилия месяц 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 ну и правильно значит это голые там рональд и кстати тоже там признавался по какие у нее интересы голый этот учета рекламирует время блондин такой было пламя участвует почему известный футболист тоже вот вот если у него там все фотографии сятот сходит с ума на них и вот он дальше все это вставляется это вибрирует и после этого он хочет смотреть еще матч бежать там и чё-то разбивать лампы в метро кричать там в россии вперед и так далее есть он искренне захочет после этой будете делать но я очень удивлюсь скажу признать действительно нет нет ребята вот науку произошла научная ошибка вибратор не помогает и действительно это такой фанатизм который и вибратором не уничтожается вот но я думаю что все таки значит научный будет на мою стороне так вот я продолжаю ничто так не сужает кругозор как тупое глазение на перемещение мяча которые ничего не дает ничего не означает главное ничего не создает вот до того что потный идиот перемещает мяч из на место другой ведь ничего не создается животным недавно скинули это же очень недавно прошло эту плебейскую штучку вот животные эту кость проглотили только в эпоху телевизор только в эпоху маскультуры маскульта только в эпоху победы пролетарского века ведь раньше вот кто эти сумасшедшие которые но было либо в шахте либо в поле потом нет быдлу дали восьмичасовой рабочий день потом вообще в элферы потом можно и не работать телевизоры то есть быдляцкий в этот спорт он возможен только не в аристократической среде а в пролетарской евгений но были ведь олимпийские игры до этого олимпийские игры футбол имеет никакого отношения это когда знаешь древнегреческим юношам уже мало было секса да они еще пытались что-то такое наверстать и добрать и доделать и дочувствовать вот тем что показывали как они эффектно так сказать двигаются по стадиону кстати женщин туда не пускали все они были голые опять-таки это все замешано на сексе опять замешано обрати внимание и есть уж мы возьмем краснофигурную керамику росписи вот этих всех спортивных состязаний вот тут конечно так и будут стать и такие вылезут сразу эти как эту идиотку зовут в дубе да безумное начнется так что не надо это как раз пример очень плохой пример показывающий связь с латентностью и обрати внимание ведь я как в самых самых свободных взглядов пожалуйста это прелестно если будет там отношение на между парнями но вы допустим когда это художники леонардо да винчи влюбленный в салаев своего слугу ученика это любовь дает что это любовь дает эстетические культурные плоды у нас есть после этого портреты салаи в виде там иоанна крестителя в лувре висит и прочее это колоссальное достижение мировой культуры а вот это под на избиение мячика ничего не дает но просто ничего не дает кроме вот этот латент с мечом ничего не дает а любовь допустим чайковского к племяннику или там начаться еще к десяти ученикам и к скрипачу известному она дает нам симфонии в том числе восьмую симфонию чайковского сам известно между прочим да это не то что там остальные вот моя симфония самая известная по просмотрам в ютюбе есть судить безусловно самый талантливый оригинальный я бы сказал даже лаконичная там а даже у аллега все вместе как очень быстро я сформулировал так я больше этого депутата нигде не видел этой депутатки но она была правой рукой зюганова правда она пришла на эфир в такой роскошной шубе миха ну бы естественно коммунистка 2 роскошная буржуйская шуба дорогая иностранная машина вот и потом да куда ты ну наверное было стыдно хотя стыда у них нет очень странно наверно где-нибудь видим уже денег хватает поэтому уже не появляться а то еще и денег много от тебя еще при этих деньгах какой-нибудь там поносенков унижает такая лживая невежда и так далее значит восьмая симфония чайковского смысл в том пожалуйста если вы значит хотите с парнями но вы честно так и скажите еще такое вот эти футбольные перемещения фанатов болельщиков страны страну они от жены от жены чисто мужской компании едут в дешевый отель и снимают чтобы там все это смотреть на других потных мужиков и восторгаться потными парнями можете представить то есть по факту что происходит вот с точки зрения мизансцены факта это мужики парни смотрят на парней которые молодые которые форме которые бегают потеют и после этого странный между собой там вот вчера публиковали как после матча прям на поле один парень другому засовывает пол руки сзади ужас да прям на поле происходит все смотрят и какой там еще то ли тренер то ли судья в трусы себе за киза простите там кто нас слушает дамы да в трусы себе руки дай что за дело во время матча все полно этих роликов но но и она естественно потому что если их так привлекает вот этот сюжет нас с разгоряченными парнями с мячиком то по текст понятен и чем здесь латент они трусят это предпись кашпаль трусит откровенно признаться что они хотят делать между собой и вот благовидным благовидным предлогом этого мячика клетки сетки и поля они вот это вот значит все от жены от старухи в чисто мужской компании другую страну конечно иногда под это дело можно там они наверное трахуются еще издавалками которые приехали в какую-нибудь духовную но особенную страну что происходит в духовной стране естественно очень много давалов давалов тем более когда загорелые иностранцы и вот можно в принципе с пьяну но сильно перепив можно конечно тем более если она инициатор она сама хватает на скаку любого горя этого самого и иностранного коня и своего остановит и в горя горящего испанца войдет вот и она сама инициатор конечно можно и туда но в целом интенция общее понятно поэтому вот вибраторы вибраторы и я же почему так об этом говорю почему за это рату очень очень шумно ребята ведь мне было бы совершенно плевать на футбол я вообще не знал бы его существование если вы поклонники футбола если вы не сигнали не орали везде люди сидят в кафе спокойно вдруг где там у телевизора три четыре чек начинают бешено орать как скоты долго безумно ничего не видят вокруг они не видят ни там ни заката ни рассвета ни книжек ни науки ни физики ни биологии ни квантов и ничего все туда к этому мячику такое сужение невероятное сужение внимания кругозора вот смотрите вы сейчас сдохните вот вас там переедет машина вас будет рак сейчас это там там 40 лет 50 60 а значит сидите сидите ну работа старуха работа старуха ну и надо дача ну стели шестерки на дачу ну смотрите футбол вся жизнь пройдет вдруг вам говорят у вас онкология или сломали ногу все и вы не ногу ничего больше не будет и вы помрете вот представьте вот сейчас представьте последний ваш день либо вам осталось там полгода либо два месяца и чего вы потратили всю жизнь на вот эту глупость на просмотр там с мячиком куда-сюда а можно было и в космос я имею ввиду не обязательно летать самому да достаточно изучить невероятно невероятно интересные в данной фотографии знания о том есть какие галактики что открываешь в темной материи еще это стоит как это развивается какие концепции это безумно интересно это вам интересно евгения нет но это не мне все интересно посмотрите симфонии мир музыки настоящий мир это отдельный мир ведь нет одной классической музыки это разный мир и дворжик это один мир бах другой мир рамо третий мир совершенно я иначе совершенно отдельный мир от всего отдельный да вот сейчас не стал геннадий николаевич рождественского величайшего дирижера и у рождественского есть фраза про иначека композитора что у него он уникален и уникален тем что у него нет ни последователей ни предшествий ни предшественных ни последователей и вот у геннадий николаевича я считаю в дирижировании и вы так сказать в общем личном таком ряду нет ни предшественников не последователей хотя он естественно учился и у всех кого только может да но по особенностям личности по особенностям его как профессионал-дирижер вот он настолько как это сказать 1 а стоящий особняком как и тот же композитор иначе ну вот здесь да то есть это отдельные целые миры и здесь все это сужать сужать до фанатизма по мячику или допустим вот все вокруг это вас есть так и вдруг вы под влиянием моды и толпы вдумайтесь вот когда вы сейчас кричите россия россия в этом деле да или там еще что за мячи вы же поддаетесь моды ну-ка все побежали я побежал да все орут и ярую ну же дебилы насколько надо себя не уважать не уважать чтобы бежать с коллективом вы говорите ой совок совок в чем смысл совка это коллектив это уничтожение личности это растворение в толпе в биомасте так вы становитесь биомасты на то время когда у вас происходит вот это с мячиком понимаешь я знаю у меня смешно один пианист я говорю что ты фейсбуке пишешь ура мы победили когда хотели я знаю точно что ты не смотрел никакой матч да он говорит ну как вот все пишут и я написал у другого пианиста спрашиваю а чего у тебя написано это но это же не я веду фейсбук это я нанимаю человек он известный очень известный пианист сейчас кстати на белых ночах на фестивале выступал а зачем написал вот я же нанимаю мне маша которая в его пиар менеджер она написала ура же маша сама не смотрела это дура могла себя выдавить только ура понимаешь ну как бы поучаствовал тоже значит вот так прогрессивно прикоснулся еще один дирижер крупнейший но они на он не очень талантливый но действительно по тому как он работает везде очень известный сегодня крупный дирижер тоже смотрю какая-то фраза восторженная хотя точно знаю что я ему пишу ты фейс модель матчу нет не смотрел а что тогда так радостно пишет что мы победили хотя все знают что ты у этой русский дирижер но у тебя муж ты женился где-то в испании а живет он тебя в англии это вообще никогда футбол не смотришь и все знают что ты гей да он говорит ну как ну вот все пишут а я пишу так стыдно стыдно невероятно вот эта мода это лицемерие это поддаваться толпе безумие абсолютное ну и конечно на фоне всего этого чекисты что делают на фоне этого чекисты ввели с 1 июля как раз вчера когда этот я уверен абсолютно что какой-то там купленный матч закон яровой в кабальный рафсу карточек вот этот вот мир что или туда или не туда пенсии повышение коммунальных платы за коммунальную услугу отмены отмена банковской тайны это все буквально вот с 1 июля когда странным образом после каких как я не знаю это как называется когда просто так бессмысленно пенальти или что-то победили то есть такой позор такое такая слепота абсолютная слепота абсолютно непонимание что за чем стоит абсолютно не не отсутствие кругозора забвение проблем настоящих забвение что где-то там люди погибают каждый день на фронте что этот непонятно жив или не или не жив этот сенцов и так далее в секунду все забыли секунду еще кричат я вот теперь россия вперед причем это же опять таки это не то это фразу само быдло не выдумал вот то быдло которое кричит она сама эту фразу не выдумал это им спустились сверху даже этот примитив им спустили сверху и сейчас все мои телевизионные знакомые актеры кричат все на телевизоре но я же знаю как это происходит они мне все это рассказывать что срочно им позвонили позвонили сказать так завтра быть в эфире первого канала кричать и радоваться кричать и радоваться это приказ эти крепостные актеришки они выполняют приказ как ведущий они же не кричат что пенсионная реформа это невероятное благо это тоже по приказу это здесь все по приказу вы вы же радуетесь по приказу либо вы подчиняетесь этой пропаганде нельзя же быть таким быдлом абсолютно тупым стыдно же ребят это очень стыдно евгений а вот как вы относитесь тогда к футбольной радости навального и яшина ну дураки что я могу сказать они же не развиваются но я я давно объясняю навальный имеет такую достаточно честную правильную позицию он борется с путина борется не интеллектуально борется с большими тактическими ошибками так далее я говорю об этом не первый год и по ходу этой борьбы он не развивается он просто тупо консервируется в интеллектуальном плане естественно человек неразвит интеллектуально что он живет между митингом и автозаком потом сидит 40 суток без толку ну какой может интеллект нулевой может быть есть ничего ему делать вышел из автозака сел смотреть как мячик гоняют ну дурак дурак безусловно вот поэтому ну человек который интеллектуально не развивается у него нет перспектив настоящих и стыдно конечно что я с одной стороны должен поддерживать что он единственный кто так принципиально оппозиционирует но с другой стороны уже мне просто надоедает что он интеллектуально не растет просто надоедает опять яшин тоже ну и все и кроме все прочего поскольку они пытаются значит изображать публичных политиков то конечно нужно быть в толпе они должны быть вместе с толпой начал разделять все моды толпы разделять все дурости толпы чтобы ближе к народу и так далее так далее хотя лишь это близость к народу им ничего не дает они все равно никак не могут скинуть чекистов потому что у чекистов помимо близости к народу них самый важный лишь близость к ресурсам деньгам к нефти вот по метанке и нефть это гораздо важнее чем быть народ хорошо а в чем тогда причина этой коллективной истерики криков россии вперед после именно футбола ну да им по это поразительно знаешь я вообще любой коллективную радость не переношу на дух потому что либо личность либо коллектив и это сродни видишь как подходит какой-то идиот написал там что это сталинград потому что и футбольный матч сталинград абсолютно дебил так вот здесь нужно быть об ущербности колоссальное количество населения живет в психической психологической ущербности дело в том что они несколько десятилетий занимались двери устроили строили такой такое общество и создавали такой режим который не жизнеспособен который всем гадил водил танки в венгрию водил танки в чехословакию разделял народы всякими стенами запрещал читать поэтов уничтожал собственное население в гулаге и прочее и потом все это сдохло расспался и получается вся их жизнь она была бессмысленна и все их потери и муки и не считаете 120 рублей это все было бессмысленно остался чудовищный комплекс чем этот комплекс передается от быдло родителей детишкам это все внедряется в психологию автоматически естественным так сказать путем плюс пропаганда и вот имеет ущербность до понимая что вот все запада на западе зам они лучше живут жирнее значит да все и тут мы где-то что-то можем на хамить можем отнять можем купить олимпиаду можно начать а что-то впрыснуть и лучше побежать быстрее да или возможно договориться с фифа еще чего-то и вот мы всем покажем понимаешь поэтому странная вещь какие-то там 10 или сколько человек пинают мячик какое это имеет не просто отношение к стране вообще к вам вот лично вы это где-то на далеком стадионе к вам это не ваши родственники это не ваша профессия это не ваше занятие это не ваши друзья это какие-то странные ребята потны и пинают мяч и после этого кричать как будет это имеет отношение лично к вам во первых во вторых это означает некую страну у вас огромная страна большая часть вечной мерзлоте если вот приятель там летела из японии говорит что пять часов над россии ни одного города да поэтому смешно зачем нам еще чё-то присоединяются безумные люди кто присоединяет еще чего-то вы это не можете освоить так вот страна и олицетворять что какие-то несколько человек с мечом и вот это вот территория страна как где живет где живут всякие разные люди с мы со смыслом и без смысла и просто бьем мусор и великие ученые великие поэты и причем есть вот эти несколько человек с мечом игра иностранная тренеры иностранные в технологии иностранные телевизор иностранные игроки естественно тоже поговорите во всех командах покупают друг у друга смотришь как французскую видел фотографии французской команды ну слушай я еще пока в своем уме я знаю как выглядит французами как они выглядели приличные времена в большие сомнения возникают какая-то команда и так далее олицетворять собой женщину гор и олицетворять собой вот всю страну это очень странно это абсолютный дебилизм это подмена понятий и это подчинение пропаганде вы становитесь рабами вот вам спустили в двадцатом веке да жрите жрите значит пролетарии это отвлекайте чтобы вы не выставали чтобы не устраивали революции чтобы вы так сказать сидели там и выжрали свое пиво выжрали свою водку значит глядели и все на боковую потому что завтра вы должны встать пойти 8 часов отработать потом должны прийти значит а съесть кислое щи посмотреть футбол новости и сдохнуть скоро скоро сдохните вот вся ваша жизнь такой примитив держать все от школы через жену с футболом и могилу сразу поэтому я вам предлагаю ну чего вам терпеть вы все равно не у вас не будет удачной жизни не вы не прославитесь у вас не будет день вы будете стареть сейчас вы смотрите кто там не совсем молодой да но молодые такие же станут если будет смотреть а человек постарше подойдите к зеркалу установите мой ролик подойдите к зеркалу посмотрите значит как у вас уже такое обвисшее лицо такие редеющие волосы лысина посмотрите какие у вас гнилые зубы вас нет перспектив потому что зарплата у вас уничтожается инфляции пенсия отодвигается она нищенская жена стареет а на новую тетку денег нету а очень хочется снять но это надо и снимать какую-то квартиру номер другую машину обманывать эту дуру она может еще там что нибудь нервы потрепать ой это же сложно дети не уважают что дети уважают если ты успешно у тебя есть деньги а ты чего ты же а ты нормальным должен пацаном расти да и так далее а как ты скажешь если ты сам значит не ничего из себя не представляет и прочее вот посмотрите а жена то тоже жена может тебя пока готовит но и тоже нечего делать но уж тоже нет денег она не может снять там молодого спортивного и уехать с ним в швейцарию на горные лыжи тоже нет денег она же не бизнес леди она обычная жена советская российская она тебе все равно готов ловит но она тоже мечтает конечно смотрит вот и видит как и ты здесь такой знаешь вот какая у тебя походка как ты стареешь да вот смотришь футбол бессмысленно это же все обративные на свою жизнь вот ты сейчас рядовой рядовой подписчик канала кстати я единственный историк публицист блогер который не льстит а наоборот говорит правду подписчикам и слушателям нет не важно сколько меня будет хоть вообще все пишутся вот нефть наплевать то что мне главное сказать что я думаю высказаться честно а не там собирать и себя собирал этих всех фанатов естественного я бы сейчас обжать радость позитивно как мы это самое еще сфотографировался где-то там рядом с каким-нибудь полем да и и так далее нет нет мне абсолютно плевать я самый честный и искренний даже как сказать ну блогер хотите блогер пожалуйста пусть будет блогер современные слова даже не то что в россии да в мире все льстят все скрывают свое отношение к возрасту полу сексу нации расти государству истории праздников все скрывают или кто на самом деле скрывает а кто так лиц так искренне дурак просто искренне дурак присоединяется к толпе вот мне это не интересно и многие пишут мне в относительно молодые там в общем от 15 до 40 лет вот как стать как вы или как стать не таким как все и так далее после этого начинают ну вот ну я там занимаюсь этим я вот считаю вот футбол и вот эта радость и вот праздник вот день города 8 март или ребят но или вы или вы не как все или вы как все вот тут здесь третьего не дано либо вы идете с толпой либо вы идете как личность из нельзя совмещать память это несовместимо если ты один раз в быдло толпу вошел и и крикнул начи вот присоединился к этой коллективной быдло радости все все ты можешь дальше ну тоннами слушать мои ролики тоннами читать там гёте хайдеггера и даже артегу и газ это все что угодно это не поможет потому что ты уже предал вот этот личностный путь же ты уже сдал свои карты потому что ты уже хватанул дерьма то что ты уже себя искупал в коллективе понимаешь причем но но уже можно понять каких-нибудь хитрых таких значит артистов менеджеров которые хотят петь выступать на галоконцертах пиариться но у них мировое имя это колоссальные деньги колоссальные гонорары там на дочим концерт перед чемпионатом мира вот и спел попиарился сфотографироваться на трибуне пожалуйста но если вы еще и ничего не зарабатываете смысле вот этих вот очков пиара и денег вы это вообще невозможно объяснить формально так сказать логически просто невозможно евгений человек это животное социальное надо как-то общаться как-то общаться ты у меня как ты заметил общение выше крыши причем совершенно разными на моих лекциях на моих концертах в мою книгу мои блоги воспринимают читают встречаются десятки тысяч людей у меня в личке тысячи сообщения невозможно просто все охватить даже я я дам могу ткнуть на одной из стаи этого я ничего не успеваю вы можете общаться на миллион научных публицистических культурных тем искусств может просто израстать природу можете так вот заниматься сексом хоть болтать хоть смотреть глаза друг другу хоть просто гулять делать все что общение миллион общение я говорю о том что ни в коем случае нельзя себя окунать в толпу и в бессмыслицу сужать кругозор до на мячика то шайбочки до клюшечки да вот у тебя вся жизнь пройдет между мячиком и шайбочки мячик шепта ой сдох после шайбочки и сдох поэтому я предлагаю на ребятки у меня же к толпе и вне толпу исправить невозможно дебил у них мозг простой но я высказываю свое мнение во-первых просто так я сейчас не не думаю что это может изменить это невозможно изменить потому что нельзя вставить мозги на дебил они разделись с простым мозгом и плюс еще им этот мозг обделали пропагандой я выражаю просто мнение и если 234 человечка кому еще только в начале дурости своей там в 15 20 25 лет вдруг у них есть маленький шанс что ты так направили как у пушкина и встречным послом сторону другую вот их направил композитор глюк да и они пошли как сальери в другую сторону и пожалуйста можно спасти двух-трех из этой толпы вырвать объяснить что дадать нет ну и конечно мое фе в отношении тех кто орет мне плевать но не надо шуметь не надо орать чем это происходит каждый день потому что там на детском школьном поле дебилы упражняют с мячом каждый день вот эта истерика у них каждый день никаким футболистами не станут но они бьют по мячу каждый день уже дебилы абсолютно я в италию приехал малюсенький городишко какой-нибудь и там малюсенькая площадь либо даже какой-то улице улица шириной 3 метра нет там какое-то жирное чмо в виде ребенка такое же чем поразительно он все он постоянно круглые сутки с мячом вроде спортсмен какие жирные у всех проблемы с эндокринкой но ему лет там 12-15 он уже весь жирный все свисает с него ляжки жирные ноги толстые и он этот мяч бьет но ребенок как это может и идешь наслаждаешься или смотришь или обязательно должен еще смотреть а где этот мяч чтобы мяч не попал по белым брюкам по очкам там солнечным и так далее или что-то думаю о музыке природы а музыки эстетики этого этой архитектуры нет это бум 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 этот мяч он не видит ничего не вид солнца не видит аполитанский залива этот дебил итальянский он не видит значит ничего вокруг он смотрит на этот мяч вокруг великая архитектура вокруг великие пейзажи нет он смотрит на 20 на 20 сантиметров ну там три метра вокруг удивил абсолютно с оплывший жиром поразительно там я смотрю эти итальянские дети бегают там по человек 10 на этих улицах и из 10 8 заплыли жиром и короткой вот эта талия низкая ужас просто чудовищно просто чудовищно так ну вот это что касается футбола что касается футбола кстати вот я зачитаю из фейсбука пишут те кто смотрит футбол пишут из френдов вот например такое сообщение 53 минут назад андрей ефремов сегодня начались окончательные похороны футбола как игры покойник давно уже был скорее мертв нежели жив фактически со времен какой-то авиланжа а товарищ блаттер нанес ему удар милосердия в кавычках мизрекорде а нынешняя сволочь окончательно его добила этот день знаменует собой смерть футбола видимо вчерашний матч точнее сказать смерть уже была этот протокол матча свидетельство о смерти полный значит кошмар команды сср восемьдесят восемьдесятого года которая была в лучше эрэвской полу мафиозной банды не могла даже войти в тройку а эти три точки бабло все решает окончательно можно быть худшей команды купить чемпионаты прилегающийся к этому бонус виде прохода все это купла начали дальше все это очень долгий пост с профессиональными терминами какие-то ими странные прочее прочее и вот другой совершенно по эмоции на пост овере и комментарии от корольчук татьяна евгений спасибо это пять муж все командные игры иначе как быдло болом не называет почему мир вообще не задумывается что за тема профессиональный спорт то есть выведены с детства такие мутанты у которых в башни ничего кроме шайбы или мячика того или иного размера не уместилось что такое команда сформирована искупленных различных клубов игроков это что за до за белоруссию какие-то загорелые зулусы и так далее а нельзя ли двум владельцам клубов просто сесть в тишине деньги любят и кошельками рубануться ваш пост замечательным и так далее так далее так далее ну действительно если они покупают перекупают у игроков так почему здесь же если деньги решают все почему действительно просто хозяева этих клубов между собой вот как в карту там поиграть пачками денег все будет понятно короче вот что я по моему все что я хотел сказать приду предлагаю работать вибратором и пачками денег на низовом уровне быдло с вибратором а наверху пачки денег его остальное отменяется так серёжа спасибо что переслал мне эти глупейшие вопросы которые меня весел сподвигли на веселый сегодня выпуск блога и так сохранить нет не сохранить добрый давай пока